Банковская карта В планах правительства России и республики продолжить эту тенденцию и продолжить дальнейшее сокращение наличного денежного оборота. Почему это выгодно для экономики региона и из-за чего этому могут противиться предприниматели и как обычным жителям защитить себя при безналичной оплате. Сегодня об этом мы поговорим с нашими экспертами, с которыми мы собрались сегодня за этим столом и представим их. Сегодня у нас в гостях Светлана Янилина, заместитель председателя кабинета министров Чувашской республики, министр финансов. Светлана Александровна, здравствуйте. И мне сразу вопрос хочется задать. А вы как оплачиваете? Банковской картой или все же наличные у вас есть с собой? Добрый день. Действительно, конечно, сегодня очень много мы говорим о безналичном обороте, но лично я пользуюсь только платежными картами. В основном я пользуюсь телефоном, приложением, которое установлено в телефоне. И, соответственно, практически у меня уже нет наличных денег, наверное, не только, это только последние два года. То есть не носите даже про запасы? Даже уже теперь уже банковскую карту с собой не ношу. Спасибо. Также в гостях у нас сегодня Сергей Наумов, заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по Чувашии. Сергей Александрович, к вам такой же вопрос. А у вас наличка в кармане есть? Тоже практически ее не ношу. Пользуюсь как телефоном, то есть приложением, так и банковскими картами. Считаю, уже практически везде их можно применять и в наличных надобностей нет. Тоже вообще с собой не... Практически нет. Если где-то бывает, только в виде остатка от каких-то операций, каких-то платежей. А так не пользуюсь. Спасибо. Александр Рыбаков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике. Александр Николаевич, а вы как предпочитаете? Телефоном, карточкой или наличные? Добрый день. Я предпочитаю, конечно же, картами, потому что есть кэшбэк. А так, страхуетесь наличными? Ну, я, конечно, ношу с собой небольшую часть наличных, но, как правило, они мне не пригождаются, потому что везде принимают карты в Чувашской Республике. Угу. И также у нас эксперты банковской сферы сегодня за нашим столом. И Юрий Бочковский, управляющий Чувашским отделением по Узбербанк. Юрий Борисович, ну, вы наверняка телефоном пользуетесь всегда. Добрый день всем. Действительно, мне удобнее рассчитываться телефоном, но всегда есть в пешеке и карточка, ношу ее с собой. И также, не скрою, есть еще и тысячи рублей. У меня они всегда есть в кошельке. Мы живем в России, мало ли что. Но, вот, говорю, в основном рассчитываю с телефона. Угу. И еще представитель, управляющий Чебоксарским филиалом банка ВТБ, Константин Киргизов. Константин Владимирович, а вы как? Карта? Наличные? Добрый день, Ирина. Добрый день, коллеги. Ну, в первую очередь, это действительно карта. То есть, 99,9, наверное, всех расходов. Это безналичные операции. Но всегда в кошельке небольшая сумма денег для того, чтобы, вот мы говорили, провести какие-то неотложные траты, либо отблагодарить как-то людей, которые там хорошо обслужили либо в кафе, либо их. Угу. И еще один гость. Владимир Царев, управляющий Чебоксарским филиалом банка Открытия. Владимир Анатольевич, к вам тот же самый вопрос. Интересно узнать, как вы? Ну, я много лет уже пользуюсь телефоном. То есть, ни наличные, ни карты практически с собой не ношу. Более того, вот пару лет назад в качестве эксперимента ездил в Краснодарский край и принципиально не взял с собой ни наличные, ни карты. Пользовался телефоном, но и неделю там, в принципе, проблем не видел. При этом надо отметить, что в Краснодарском крае там любят наличные, в отличие от Чуваши. В Чуваши все, все предприятия, как правило, имеют терминалы для оплаты картами. Ирина, а вы чем пользуетесь? Мой личный опыт – это тоже эксперимент, как у вас. Только мой эксперимент был не таким, как у вас, и он проходил в Чуваши. Я предлагаю посмотреть видео. В эксперименте участвуют только две карточки – банковская и ЕТК. Куда отправиться? Это должна быть не центральная улица. Возьмем, к примеру, Хузангая. До места добираться будем на общественном транспорте. Убедимся, что действует ЕТК. Тут же приятно отметить, что при оплате карты проезд обходится на 4 рубля дешевле. Пройдемся по улице Хузангая от проспекта 9-й Пятилетки до Кукшумской. Прямо на остановке манит покупателей молокомат. Интересно, можно ли попить молока, оплатив свою покупку карточкой? Сколько не искала слот для карточки, не нашла. Только купюры и монеты, которых у меня с собой нет. Что ж, молоком я сегодня себя не порадую. Идем дальше. Может, в аптеке картина будет более радужной. Можно у меня скорбинку? Скорбинку с лапами. Ага, она разная, да? Да, разная. Давайте с ковникой. Карты принимаете оплату? Да, конечно. Аптеки, супермаркеты давно перешли на безналичную оплату. На дверях красноречивые наклейки. Максимум, что может случиться, терминал сломается, зависнет или какая другая беда настигнет технику. Совсем иная история с киосками мелкой розничной продажи. Здравствуйте. А можно мне печенье шоколадное? Ну, я только карточкой. Не принимаете? Нет, нет, налички нет с собой. Ну, тут киоск киоску рознь. Можете два зеленых яблока взвесить? Выбирайте, пожалуйста. Правда, сами все выбирают? Да? Да? Конечно, народ раз не угодит. Сейчас в супермаркетах как все выбирают, выбирают. А, понятно. Так интересно. И выбрать дали, и от заявления «У меня только карточка» не растерялись. Очень неожиданно, что у вас есть как-то терминал. Ну и напоследок заглянем в оздоровительный центр. Где поесть, купить по карточке, я точно найду. А калории надо же где-то сжигать. Бассейн, сауна, тренажерный зал, индивидуальные занятия с тренером. Куча всего, но не по мою душу. И не в лене дело. Тут карточкой оплату не принимают. И это, пожалуй, удивило больше всего. И вот мы видим из нашего эксперимента, что не все предприниматели еще переходят на прием безналичных платежей. И вот что это значит? Что они работают по серым схемам или причина в другом? Александр Николаевич, у меня вот этот вопрос я адресую к вам как представителю, как к человеку, который, работая с бизнес-сообществом, знает их чаяние, видение. Вот почему так происходит? Я думаю, что есть несколько причин. Большинство все-таки, я думаю, уже перешли на безналичные формы оплаты. Они удобнее и, соответственно, проще доказывать потом факт сделки. То есть кассовая дисциплина есть кассовая дисциплина. А то, что касается мелкорозничной торговли, или вот мы видели сферу услуг, то, скорее всего, возможно, предприниматели не перешли в связи с тем, что они не успели, я думаю, вычет получить на вот эти вот онлайн-кассы. Там был переходный период, и, соответственно, они посчитали, что, возможно, им сложно будет потом возместить вот эти расходы, или не знали как. Но наш опыт показывает, что вот сейчас очень технологии развиваются, и каждый день мы видим все больше и больше предпринимателей переходят на безналичную форму оплаты. Почему? Потому что, я еще раз говорю, гарантия совершения сделки. Ну и, соответственно, меньше вопросов с точки зрения защиты прав именно потребителей. Сейчас в республике действует проект «Безналичная чувашия», который предполагает, что большинство вообще денежных операций должно осуществляться с помощью карт. Светлана Александровна, у меня к вам вопрос. Почему это выгодно для экономики региона? По сравнению с другими регионами Приворского федерального округа наличный оборот в нашей экономике был максимальный. Соответственно, мы понимаем, что при большом объеме наличного оборота это все-таки есть риски теневого оборота. Создается неконкурентное условие для добросовестных предпринимателей, для добросовестного бизнеса. И поэтому, конечно, было принято решение в разработке данного проекта, его внедрении. Сегодня мы имеем хорошие результаты. Но следующий основной фактор, наверное, который тоже был заложен в идею внедрения данного проекта, это социальный фактор. Мы тем самым повышаем финансовую грамотность нашего населения. Как я уже говорила, что мы сегодня индикаторы, которые себе установили при разработке и внедрении данного проекта, мы уже достигли. Могу последние данные привести Национального банка за первые полугодия текущего года, у нас общие операции, которые совершались безналичным оборотом, безналичными ресурсами, безналичными деньгами, это 93 миллиона. А что касается объема средств, которые были по данным операциям проведены, это 117 миллиардов рублей. По количеству операций это на 35% больше, чем полугодие прошлого года. А по суммам на 10% больше, то есть, соответственно, мы видим эту положительную динамику. Сейчас в процессе перехода на прием безналичной оплаты постепенно подтягиваются и организации ЖКХ. По данным администрации муниципальных образований Чуваши, лишь 26% кас, установленных в организациях ЖКХ, оборудованы терминалами для оплаты банковскими картами. Но при этом более 75% всех платежей ЖКХ приняты безналичной оплатой. Это говорит о доверии людей. И я сама так делаю, это удобно. Приходит платежка, на ней QR-код, его отсканировал, и все сразу же отправилось. Да, это очень удобно. Получается, что в сфере ЖКХ наименьшая вероятность наткнуться на обман, Сергей Александрович. Так получается? Ну да, получается так. Пока, к счастью, можно сказать, что в нашей республике нет фактов так называемой подмены платежных квитанций и совершения мошенничества в этой сфере. Но, но, хочу сказать, что если таких преступлений не было, никто не говорит, что их не может появиться в будущем. Поэтому, пользуясь случаем, хочу призвать и предостередить всех наших жителей перед тем, как совершать любой платеж по документу, полученному через почтовый ящик или через почтальон или еще как-нибудь. Всегда будет не лишним сверить те названия организации, те реквизиты, которые были в предыдущих платежных документах, которые были оплачены и зачислены на счет. Чьи сложнее расследовать, находить людей, которые это совершают, чем обычные кражи? Конечно, такие преступления расследовать, заниматься ими тяжело. Почему? Потому что, во-первых, любой мошенник, любой, скажем так, похититель электронных денег, как правило, находится не здесь, а не то, что в другом городе, в другом регионе, но и зачастую в дальнем регионе. Поэтому любое раскрытие данного вида преступлений, как правило, связано с выездом в другой регион, а это значит, надо собрать группу, направить ее туда и, мало того, направить в другом регионе, еще надо проводить какие-то мероприятия, надо его искать, изобличать, задерживать. И более того, учитывая, что многие похитители электронных денег пользуются и сервисами, и интернет-ресурсами, и банковскими продуктами, возможно, зарегистрированы на других лиц, на родственников, на знакомых, не собственными именами, то дополнительные сложности уже возникают непосредственно в регионе выезда. Это все, естественно, создает определенные сложности. Самое впервые недавно столкнулось вот с таким фактом. Мне позвонил московский номер. Я беру трубку, ко мне обращаются по имени-отчеству. Говорят, служба безопасности банка. Мы зарегистрировали какой-то неизвестный перевод. Вы обычно в Чебоксарах проводите все свои операции, а тут в Омскую область называют фамилию и имя мужчины, которому переводится. Говорят, это вы? Ну, я, соответственно, говорю, нет, не я, потому что это не дело. Ну, вот пытаются перечислить 3600 рублей, прямо сумму даже называют, сколько. Точно вы служба безопасности? Да. Нам нужен либо ваш номер договора, либо номер карточки. Ну, и там, соответственно, дальше они идут по схеме. Я говорю, нет, я обращусь в банк. И тут же все, трубку бросают. Вот, Юрий Борисович, а бывает ли такое, что звонят со службы безопасности Сбербанка и пытаются помочь клиентам? Бывает. На самом деле звонки от банка клиенту возможны. Как правило, звонит не служба безопасности, а звонит контактный центр банка. И действительно он может уточнить по совершенной операции, действительно удостовериться, вы проводите такую операцию или нет. И вы здесь поступили очень правильно, то, что просто положили трубку. Вот чего никогда не нужно делать и что нужно знать людям? Это то, что банк никогда не будет спрашивать у человека пароли, CVV-коды, порядок доступа в Сбербанк онлайн и так далее, и так далее. Этого банк не будет спрашивать, не будет узнавать. И тем более банк не будет просить человека совершить какие-то действия. Либо в банкомате, либо в онлайн банке. То есть вот это вот просто важно запомнить. Я бы рекомендовал всем людям, если будут такие звонки, класть трубку и самим набирать контакт-центр. Как правило, на каждой карточке есть номер телефона контактного центра. Сам набрать и объяснить ситуацию. Был звонок это от вас или нет. Что предпринимают банки для того, чтобы защитить средства своих клиентов? У каждого банка там свои подходы есть. Ну, в частности, банк ВТБ вообще изначально при создании интернет-приложения поставил своей основной задачей, это в том числе сохранность средств клиентов. И, соответственно, ни одна операция в мобильном банке, ни одна операция удаленная не может быть произведена без дополнительного подтверждения ее совершения владельцем. Просто не так, что ты нажал, и она улетела уже безвозвратно. То есть это реально работает. И с точки зрения объема безналичных платежей я могу сказать, что по держателям карт понятно, что эта статистика достаточно сложная и, может быть, имеет некие погрешности. Но клиенты банка ВТБ используют, точнее, используют в своей жизни безналичные платежи порядка 90-91%. Банк России уже полтора года ведет работу над формированием базы телефонных номеров, e-mail, адресов и прочее, с которых мошенники пытаются взломать или получить доступ к счетам клиентов. Последние опубликованные данные – это 130 тысяч номеров сотовой связи, с которых мошенники несколько раз, то есть регулярно пытались звонить клиентам. цель – это заблокировать эти номера. Но основа этих всех преступлений – это доступ к персональным данным, когда, как в вашем случае, знают и фамилии, имя отчество, и паспортные данные, и остатки на счетах, используя методы социальной инженерии так называемой. Для этого мошенники также прибегают к различным сервисам. Тоже недавно, вчера, по-моему, была информация, что в Даркнете 73 сервиса, уже организованных сервисов, которые занимаются наймом сотрудников и специальных людей, которые, в свою очередь, тоже нанимают сотрудников банков для получения данных по счетам клиента. Соответственно, банки на это тоже реагируют, то есть блокируют доступ к карточкам клиентов для сотрудников без подтверждения. Это могут быть смс-подтверждения, которые приходят к клиентам или специальные меры контроля. Это все развивается в таком динамическом процессе. Сергей Александрович, а если сравнивать, сколько краж было совершено бесконтактным способом и сколько традиционным, то вот какое соотношение получается? Соотношение примерно получается бесконтактных краж примерно 40% от общего массива краж. Но количество и соотношение бесконтактных краж уже в этом году по сравнению с прошлым годом уже выросло. Думаю, уменьшаться оно пока не будет, поэтому требует от нас большая работа, от граждан больше, скажем так, финансовой грамотности и осторожности. Ну вот да, все ведь идет от незнания. Мошенники все новые и новые способы изобретают. Некоторые люди даже и СВИ от ПИН-кода не могут отличить, они не знают. Да, короткий набор цифр. Поэтому вот так просто могут их и продиктовать, и отдать, и внимания на это не обратить. И я знаю, что в 2017 году на уровне России была принята стратегия повышения финансовой грамотности. Что она в себя включает? Светлана Александровна, расскажите подробнее. Мы, конечно, уже системно начинаем работать с школьным возрастом. На сегодняшний день мы уже закупили учебники для наших школьников старшего класса. И, соответственно, уже факультативные занятия проводятся в школы. И в первую очередь, конечно, мы обучили, повысили квалификацию наших педагогов в школе, которые будут в дальнейшем заниматься с нашими детьми. Ну, эта работа у нас, она целенаправленно, плановая, постоянная. Охватываем все категории и школьников, и студентов, и рабочих молодежь, и пенсионеров. Но самое главное, наверное, здесь те рейтинги, которые мы сегодня имеем, проводимые российскими аналитиками. На сегодняшний день Чуварская Республика входит в группу С, так называемая «золотая середина» по уровню финансовой грамотности. По некоторым показателям, такие как сбережения, уровень сбережения, уровень доверия к банкам, мы уже лидируем. И наши показатели по Чуварской Республике, они выше среднероссийского значения. Но в любом случае для нас группа С – это не предел. И этим мы не успокаиваемся. Наша совместная задача со всеми присутствующими сегодня на этом мероприятии – это повышение уже выход на более высокую группу и более, так скажем, высокими темпами увеличения уровня финансовой грамотности нашего населения. Как я уже сказала, основная цель этой стратегии – это улучшение качества жизни населения. И немаловажную роль в этом еще играют СМИ. Я знаю, что в рамках проекта «Безналичная Чуваша» в этом году впервые состоялся конкурс среди журналистов и блогеров. И одним из организаторов выступило Чувашское отделение Сбербанка. Юрий Борисович, можете рассказать подробнее о конкурсе? Предлагалось написать статьи, выпустить труды на тему безналичного мира и на тему безопасности расчетов картами. Поэтому, по-моему, было больше 15-17 работ было, и 5 работ признаны победителями. Сбербанк поучаствовал в награждении победителей. Поэтому я думаю, что мы будем продолжать эту практику. Это хорошая тема, потому что эти статьи читают люди, они там узнают много нового для себя и очень полезные советы, в том числе и для безопасности расчетов. Резюмируя наш разговор, можно сделать вывод, что в рамках проекта «Безналичный Чуваш» делается очень многое. Но хочется еще узнать, какие следующие шаги будут. Чтобы все высказали, Светлана Александровна, начнем с вас. Что планируется дальше? Как я уже говорила, основное, наверное, мы сегодня будем уже акцентировать внимание именно внедрение во всех школах факультативных занятий по повышению финансовой грамотности. И основная наша цель, это следующая, как уже сегодня мы озвучивали, часть бесконтактных преступлений, наша цель снижения этих преступлений, это через повышение финансовой грамотности. Исходя из того, что кто больше сегодня подвержен финансовым пирамидам, это большая часть все-таки незащищенные слои нашего населения, пенсионеры, более доверчивые. Ну, в общем-то, мы цель себе ставим большей частью этой группы работы организовать с этой группой населения. Сергей Александрович, со стороны МВД, какие дальнейшие шаги будут предприниматься? МВД в целом перед собой ставит задачу, конечно же, также повышение финансовой защищенности наших граждан, повышение, скажем так, их осведомленности о тех рисках, о тех способах и методах мошенничества, которые присущи сегодняшнему дню, чтобы оберегаться от них и не быть подверженными. Следующая задача – это совместно с банками развиваться и строить те способы защиты от мошенничества, от всяких мошеннических посягательств, чтобы уже на уровне совершения, на уровне попыток совершения этих преступлений и граждане, и службу средств безопасности банков пресекали эти преступления. Ну и же, конечно, задача непосредственно наша – это задержание и пресечение тех лиц, тех групп, которые занимаются совершением преступлений данного характера, чтобы наши граждане как можно меньше подвергались звонкам и различного рода поселительствам. Александр Николаевич, предпринимательское сообщество. Да, я считаю, что у проекта «Безналичная Чуваша» очень хорошие будущие возможности в связи с тем, что интернет-торговля растет. И мы вот вчера я тоже в ходе подготовки к данному мероприятию посмотрел на статистику, у нас выросло число компаний, которые открыли интернет-магазины. А эти интернет-магазины были бы невозможны без банков, без наличных платежей. И второе, сегодня мы знаем, ключевая ставка упала центрального банка. Это говорит о чем? О том, что кредит становится доступнее. А если предприниматель придет в банк, в первую очередь у него потребует баланс. Если там были наличные платежи, еще что-то не учитывало в балансе, он не получит кредит, на который рассчитывает. Поэтому я считаю, что предприниматели будут стремиться вести свой бизнес открыто, честно, правильно, для того, чтобы показывать именно все свои, скажем так, сильные стороны, обороты, ну и претендовать на более лучшие, выгодные финансовые условия. Юрий Борисович, Сбербанк, как будет дальше участвовать в проекте «Наличная Чуваша»? Мы будем планомерно, как и раньше, работать по выпуску карт для клиентов, по установке терминального оборудования для торговых компаний, в том числе и в сфере ЖКХ тоже. На мой взгляд, каждая касса в сфере ЖКХ должна иметь возможность приема карт к оплате. Это нормальный цивилизованный подход. Кроме того, из того, что мы будем делать дополнительно, особое внимание интернет-платежам, интернет-торговли. На наш взгляд, у нас еще очень большое поле в розничной торговле, в сфере услуг, где будет развитие интернет-магазинов. Мы пойдем туда. Константин Владимирович, Сбербанк, ПТБ. Какие проекты готовят для продвижения в рамках «Безналичной Чувашии»? Мы продолжим ту работу, которую мы проводили с года в год. Это, безусловно, совместно с органами власти, совместно с подразделением полиции республики. Это проведение работы по разъяснительской среди наших клиентов, среди подрастающего поколения, как школьников, так и студентов. Потому что, на самом деле, очень многие проблемы – они от незнания. И чем чаще человек слышит то, как он должен поступать и что ему не нужно делать, тем более вероятно, что он не совершит тех ошибок, которые приведут к его необходимости обращения в органы полиции. С точки зрения наращивания именно количества безналичных платежей, банк благодаря сотрудничеству с Минфином является активным участником проекта и разработки карты жителя. То есть мы рассчитываем, что данный проект позволит как раз и повысить информированность для всех жителей республики. Потому что подача информации будет единая и транслироваться она будет одинакова по установленным стандартам. Владимир Анатольевич, банк открытия и безналичные чуваши, а как будут дальше развиваться вместе? На мой взгляд, необходимо развивать национальную систему платежных карт, которая выпускает карту МИР, которая по закону выпускается всем бюджетникам. Были приведены цифры, вообще российские цифры, которые показывают, конечно, хороший результат перевода на безналичные расчеты, это 93% по количеству операций проводится безналичным способом, но в суммовом выражении это 70%. То есть 30% все-таки операции проводятся в суммовом выражении наличными. Значит, Банк России, НСПК сейчас разрабатывают, вот система быстрых платежей разрабатывает возможность оплаты по QR-коду вот в таких точках. И в этом случае уже практически не будет каких-то препятствий даже совсем микробизнесу использовать в качестве оплаты карты через систему быстрых платежей. Я благодарю всех наших экспертов за сегодняшний интересный и очень познавательный и полный диалог. Я напомню, что сегодня мы беседовали о проекте «Безналичная Чувашия». Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии.